После сегирей нам устроили катание на слонах. Посадка на слонов. Далее снимаю со слона на ходу. По тому, как неустойчив кадр, можно судить о том, что чувствуют пассажиры на спине слона. Недалеко от начала маршрута прогулки на слонах находится исходная точка плавания для туристов на катамаранах. Стоп-кадр. Мы едем вдоль берега озера на слонах, а параллельно нам двигаются прогулочные катамараны. Сегодня время от времени идет дождь, и погонщик слона несет с собой сложные зонтики, которые дает на прокат туристам. Местные юноши предлагают сделать фотографии камерами туристов. Свою видеокамеру я не решился доверить этому виду сервиса. Вот что получается при попытке использовать зум, снимая со слона. Слон, вернее слониха, по имени Моника, на которой мы едем, продемонстрировала нам процесс дефекации, включая видимый материальный результат и запах. Причем я могу не только видеть, но и нюхать. Это за отдельную плату, да? Я думаю, он с меня сдерет просто. Нашего слона зовут Моника. Нет, он требует, чтобы я туда подальше, иначе мы ползем. Слоны с туристами заходят в воду, чтобы продемонстрировать нам все возможности этого способа передвижения. Водосброс из озера, вдоль которого мы двигались. Алло! Теперь двигаемся на наших слонах в обратном направлении. Местный человек с лицом, выражающим то ли радость, то ли тоску. Так выглядит опушка джунглей. Женщины выскакивали из этого туалета на станции проката слонов с криками «Ужас! Ужас! Ужас!». Я зашел и снял. По унитазу ползали свежевылупившиеся тараканы. Слив не работал. В помещении туалету увидел также большого тропического таракана и живность поменьше. Ну, есть проблемы, но никак не ужас, ужас, ужас. Далее нам показали два дерева под названием «Адам и Ева». Догадайтесь, какой из них Адам. Вы угадали правильно. Образовалась очередь, чтобы сфотографироваться, держась за Адама. Затем нас подвезли к ресторану под названием «Рукмали». Здесь за фиксированную плату можно есть все, что выставлено, и в любом количестве. Наша группа за общим столом. Мой набор в качестве основного блюда. В конце обеда подходим к месту, где выложен десерт и фрукты. Элементы и украшения этого ресторана. Затем нас привезли к центру древней части города Полонарува. Здесь комплекс храмовых сооружений под названием «Священный прямоугольник». Перед входом в остатки этих священных сооружений следует снять обувь и головной убор. Главная постройка – круглое сооружение в Атадаге, что, как я понял, по-сингальски означает «храм с реликвией». Вид реконструкции сбоку и в плане. Храм датируется XII веком и построен при уже упомянутом нами короле Паракрамабаху, когда Полонарува достигает наибольшего расцвета. Перед входом в храм лежит полукруглая плита, так называемый «лунный камень», назначение которого препятствует проникновению внутрь злых сил. По обе стороны от входа – стражи, вырезанные на камнях. Таких входов четыре, и они ориентированы на четыре стороны света. В центре постройки находятся остатки круглой ступы, которая, возможно, была хранилищем священной реликвии – зуба Будды. Внутри, напротив каждого входа, сидят Будды, все спиной к остаткам круглой ступы. Этот Будда сидит напротив входа, через который мы зашли в храм. Другие Будды. От одного из четырех Будд осталась только нижняя часть. По наружной цилиндрической части храма в камне вырезан орнамент с повторяющимися в разных позах львами, также для защиты святилища от злых сил. Местный продавец сувениров увязался за одним из наших туристов. Теперь подходим к храму Тупарама. Он относится к XI веку. Внутрь нас не повели, а жаль. Внутри находятся интересные скульптуры из камня с большим содержанием слюды. Благодаря слюде, даже при скудном освещении, скульптуры как бы искрятся. Еще один продавец сувениров. Кажется, он преуспел что-то продать моему напартнику Леониду. А это индуистский храм, перенесенный сюда из другого места. Перед разборкой каменные блоки были пронумерованы и сложены по номерам здесь, на новом месте, но на вид не очень аккуратно. Семиярусная ступа По стилю, сильно отличающаяся от других сооружений священного прямоугольника. Датируется VIII веком. Некоторые считают, что, возможно, эта ступа построена мастерами из Таиланда или Камбоджи. Вход в Хатадаге. Храм, основанный в конце XII века королем Нисан Камала, следующим после Великого Паракрама Баху. Вид сбоку, на графическую реконструкцию храма. И вид в плане. Стены этого храма выложены из блоков разных размеров и формы, но тщательно подогнанных один к другому. Вход в храм. У входа, как положено, полукруглый лунный камень, защита от злых духов. Слева и справа от лунного камня фигуры, вырезанные в углубления каменных блоков. В глубине храма три статуи Будды, средняя – самая высокая. Слева и справа от лунного камня. Еще один улыбчивый продавец сувениров. Это каменная платформа, окруженная невысокой оградой с одним входом и с небольшой ступой в центре. Над платформой была крыша, которая опиралась на восемь сохранившихся резных каменных столбов, местами слегка изогнутых и изображающих стебли лотоса. Здесь читались нараспев буддийские тексты. А это одно из старейших сооружений священного прямоугольника. Оно было построено на 54 каменных столбах во второй половине 11 века и также служило для хранения реликвий. В глубине сооружения находится статуя стоящего Будды. Не фотографироваться спиной к Будде Уникальная каменная плита длиной 8-9 метров под названием «Галпота», что значит «Каменная книга». На камне сверху надписи, относящиеся к времени правления короля Нисанка Мала в конце XII века. Статую этого короля мы видели в пещерном храме в Дамбуле. Желающих ознакомиться с текстом надписи на камне, табличка отсылает книги «Эпиграфия Цейлоника», том 2, страницы с 98 по 123. По боковым сторонам камня орнамент из птиц, похожих на уток. На торцах камня изображение двух слонов и Будды между ними, причем Будда на обоих торцах, с женской грудью. Местные малорослые коровы. Затем в наступающей темноте подъехали к храму Галвихара, что значит «Каменный храм». Здесь четыре вырубленные в скале большие изображения Будды. Самое левое изваяние – сидящий Будда высотой 4,6 метра. В полумраке во время нашего посещения были совсем не видны детали изображений. Поэтому я привел здесь не только свои снимки, но и снимки из вики-медии, сделанные при хорошем естественном освещении, которые показывают высочайший уровень мастерства воятелей, создавших эти изображения более 800 лет назад. Правее в углублении в скале за решеткой изображение сидящего Будды высотой около полутора метров. Следующее извояние – стоящий Будда высотой 7 метров. Слоистая структура камня подчеркивает реалистичность изображений. Самая правая скульптура – лежащий Будда длиной 14 метров. Общая длина скалы – около 30 метров, и каждая из больших статуй Будды была окружена отдельным храмом, пристроенным к скале. Сохранились небольшие остатки стен этих храмов. Все это было построено в 12 веке. Левее стоящего Будды расположена наклонная каменная поверхность, на которой нанесены тексты конца 12 века, регламентирующие жизнь буддийского общества. Остановились на опушке леса, чтобы услышать ночные звуки джунглей, смешанные с урчанием невыключенного двигателя нашего автобуса. Сегодня праздник Поя, то есть полнолуние. Это один из самых любимых праздников Шри-Ланки. В буддийском календаре лунный месяц продолжается 29,5 дней, и в календарном году – 13 дней Поя. День полнолуния считается одним из наиболее благоприятных дней. Каждый год этот день выпадает на разные числа гражданских месяцев и является нерабочим днем. Закрыты все офисы и магазины, а продажа алкогольных напитков запрещена даже в барах отелей. Иностранцы, отдыхающие здесь, могут наслаждаться алкоголем только в номере отеля. Послушав звуки ночных джунглей, вернулись в отель, где нас ждет ужин. Ужины, как и завтраки, включены в стоимость этого тура. Цветы лотоса на ночь закрываются. Музыка Субтитры подогнал «Симон» Терраса с бассейном вечером На террасе столы со свечами Обслуживание желающих расслабиться на открытом воздухе Скульптуры в нишах стены в лобби отеля Коридор, ведущий к нашему номеру Знакомая скульптура А теперь можно отдыхать Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»